Мороз и солнце, день протестный. Сегодня, 15 декабря 2012 года, при минус 15 градусах, в Москве, вместо марша свободы, запрещенного мэрскими чиновниками Москвы, должна состояться прогулка свободы против ограничения гражданских прав и за немедленное освобождение всех политзаключенных в России. Все начиналось так же мирно, как и 6 мая. Люди шли к Соловецкому камню, чтобы возложить цветы. Им как бы не препятствовали. Установка Кремля и мэрии. Мы типа пошли навстречу, а начнут борзеть, приступайте к ликвидации этого безобразия. Но никто не безобразничал, просто люди стояли на морозе. Фашист не в том понимании, в каком доминирует, скажем, в еще советском поколении, то есть расист, человек, который сделал концлагеря, а именно в классическом понимании фашизма, как там был Муссолини, фашистский режим Чушеско, то есть никакой демократии. Ну, конечно, он не истребляет людей, целенаправленно бегает с пулеметами, загоняет газовые камеры. Он просто плюет на них. То есть он какое-то псевдо-феодальное общество строит, в котором у большинства населения нет вообще никаких прав. Мы довели, терпели. Я этого Путина, ну, там, не знаю, месяц, наверное, я его слушал, а потом сразу понял, что это артист, он говорит слова, а дел никаких. То есть он не умеет ничего вообще делать. Это кошмар. Ну, так он ведь уже... Любой сержант, я вообще человек военный, ну, пенсионер, любой сержант смог бы лучше организовать все это. Этот сидит просто и все, остальные тянут, отваливать ему. А почему же 13 лет-то терпят все? 13 лет. Ну, кто в доле, кто перепадает крошки со стола. Ну, это стыдно, просто стыдно. Неизбежно наступит оттепель. Она наступит обязательно, потому что ситуация в стране ухудшается, что у власти по большому счету осталось не так много времени, чтобы это понять и начать диалог. В Калужской области пенсии 7 тысяч. И все молчат. А почему молчат? Потому что население забитое. Потому что НТВ и Первый канал дифферамбы Путину поют. А я с высшим образованием, поэтому я знаю. Я хожу, и ходила, и буду ходить. Мне один говорит, ты уже заметная, 80 лет. А я говорю, а если я ее сниму, ну, он вроде, зачем она вам? Я говорю, если я сниму, подумайте, что я умерла. Я пока вот с этой повязкой хожу, значит, я еще живая, ребята. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Кто возложил цветы, проходите в метро, не задерживайтесь. Дайте возможность другим возложить цветы, проходите в метро. Вы не можете видеть, его сегодня нет. Уважаемые граждане, проведение мероприятия на данной площади не согласовано с органами власти. Прогулка свободы предстала расширенной режиссерской версией стратегии 31, где сперва превентивно задерживают зачинщиков, а потом тех, кто начинает буянить. Так было и здесь. Тем более, что метод отточен до совершенства. Такие меры уже предпринимались неоднократно, да, то есть обезглавливают, берут самых, так сказать, заводил, да, ну, в частности, Удальцова, вот, я думаю, Навального тоже могут скоро задержать. Удальцов уже задержан, и люди, видимо, власти рассчитывали, что в связи с тем, что акция неразрешенная, в связи с тем, что будут сильные морозы, что сюда почти никто не придет. Вот, поэтому я думаю, что и не стали особо никого разгонять изначально, но, как видите, людей достаточно много, и если это будет продолжаться еще, скажем, несколько часов, я не могу гарантировать, что все закончится мирно и спокойно. Могут быть массовые задержания просто. Ментозавры в законе ходили, как угрюмые папаши в распоясавшемся семействе, наставляющие непослушных детишек. Не сквернословьте на людях, скандируя «Путин вор!» «Не шалите в песочнице, иначе возьму ремень». Домочадцы возмущались. Дескать, мы уже взрослые, доросли до настоящей демократии, а не извращенной. Надоели, мол, стягание ремнем и таскание за космос. Пусть наш последний. Ну, а чего мне бояться в своем городе? Ну, чего? Ну, не боюсь и все. Ну, чтобы полицейские ударят, турму посадят. Ну, я же не провоцирую ничего, я стою с цветами. Ну, почему? Ну, это уже будет тогда вообще совсем беспредел полный. Терпение у полицейщины не выдержало, и полицейские приступили к задержаниям. Стенания, позор, фашисты, даешь демократию, давно не впечатляют промытых и умасленных ментов. Последних хорошо подготовили. Они вели себя четко и грамотно, понимая, собравшиеся паршивые овцы, к которым следует относиться с известной бережливостью. Надо же государству хоть кого-то стричь. Потому обещанных для острастки валанчиков не было, равно как и резиновых пуль. Даже от газовой вонищи решили отказаться. С другой стороны, наказать заблудших надо все равно. А по этой части учения натасканных деревянных солдат Урфина Джуса не прошли даром. Тем более, что хозяин щедро наливает им полную лохань жрачки. Как это не горько, но следует признать, Кремль переиграл незадачливую оппозицию. Теперь к маршам отношение будет наверняка такое же, как к сборищам на Триумфальной. Координационный же совет и вовсе поставлен в положение генеральского взвода без армии. Еще пара фекальных мазков по ящику, и у обывателя сложится неприглядная картина поражения оппозиционной коалиции под путинским аустерлицем. Но фанфары этой победы зовут историческое поражение. Когда поверхность зачищена, стервятники принимаются клевать друг друга. А под землей происходят глубинные процессы, чреватые вулканическим взрывом. Если вкратце резюмировать итоги сегодняшней несанкционированной акции, полиция вела себя предельно корректно. Насколько корректно можно защищать бандитов, засевших в Кремле. А народ? Что народ? Народ, кто смог, тот вышел. Кто испугался, тот не пришел. Кто не смог приехать, тому просто Москва. И Кремль слишком высок. Но возможно, очень скоро все изменится. И свобода придет в Россию. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.